Итак, о чем мы говорим? У нас скоро зима настанет, а в зиме нам что необходимо? В зиме нам необходимо отопление. Вопрос, у кого это отопление взять? Вопрос решается достаточно просто. Приезжаем в водомер, прямо за моей спиной, улица 50 лет магнитки 33А, и берем себе все, что нам необходимо. Вот и до. Потому что здесь работают для вас. Потому что здесь работают и понимают результат. Это вы покупаете замечательный товар, его ставите и забыли про него. Эта тема интересная, очень даже. Да-да-а-а. Скоро будет холодно. Не в каждой стране холодно, не в каждой. Вообще нормальные люди выбирают там, где теплее. Но пункт номер один. Ни один адекватный человек из разряда любителей тепла не будет жить там, где минус 35 на улице. А мы живем. И поэтому к нам лучше не соваться. А то, как сказал Александр Невский, кто к нам с мечом, уйдет на счете. С этой ситуацией все чудаки отваливают. Все-все-все. Еще никто не остался. Но маленький нюанс присутствует. У нас все хотят, если не быть теми тремя стами миллиардерами, но хоть стать долларами-миллионерами. И воруют все. Вот только зачем? И что в городах? В городах. И город Магнитогорск мерзнет. Потому что у власти воры. То есть в Советском Союзе на батареях плавили пластмассу. Сейчас воры обирают нас. Вот только возникает вопрос, как таких ворюк наказать? Вопрос решается просто. Меняем батареи в водомере. Мало 400 М6. Этого мало 8. Этого мало 10. Этого мало 12. И воры наши бамбук курят. Крутизна. А то. А место хорошее есть. И для каждого. Не мною придумано, но есть такой смысл. Теплопроводность. Идеальный материал из амфотерных соединений. Это медь. Как золото. Деты быстро. Тепло, естественно. Но цена. С другой стороны, есть такое место в Челябинской области. Карабаш. Там медь. И вы не представляете, как в чистом лесу испоганили природу. То есть мы живем в городе Металла. Честно, радости никакой. Слава богу, есть интернет. Но вот в чем проблема. Благости для россиян не видно. Хоть и страна огромная, но то, что нужно для качественного развития промышленности, не присутствует в России. И только благодаря тому, что было построено в СССР, мы еще живем. Я общался с ректором МГТУ в полете над Якутией. И он говорил, что там есть все. Но после посещения интернета, мне кажется, что когда мы продадим скудный запас нефти и газа, то тогда Россия станет никому не нужной вообще. Как-то так получается. В свое время Российская империя кормила весь мир пшеницей и изделиями из меха. Может вернемся? Но сегодня и сейчас, поскольку Советский Союз сделал алюминиевые заводы, так вот будем приобретать это в России. Алюминиевые радиаторы. Мы хоть это научились делать? Мы говорим о цене опроса. Итак, самый дешевый вариант это все-таки алюминиевый радиатор. Потому что алюминий самый дешевый материал. Вы понимаете, да? Но чем хорош алюминиевый радиатор? Тем, что вы можете все это делать поменять по секционам. А чугун не получается. У чугуна определенное количество. И либо большие, либо сверхбольшие. А здесь вы уже можете подобрать. То есть внимательно глянуть. Если что-то секции не хватает, просто докинуть. Если секции перебор, то тоже убрать. Это несложно делается. Делается вообще просто и красиво. И чем хорош алюминиевый радиатор? Да, это самый дешевый радиатор. Почему нет? То есть если с деньгами совсем все плохо, то поставим алюминиевый радиатор. Единственное, что вам необходимо, это утопить пластины радиаторные. Потому что снизу идет холодный воздух. Снизу идет холодный воздух, потом поднимается и выходит сверху уже теплый. Поэтому лучший вариант, грамотный вариант, уж поверьте мне, поставить радиатор как можно ниже. Если у вас что-то не получается, или с мозгами все-таки сложновато, да, обращаемся в фирму водомер. Они четко-четко поставят это пониже, естественно. Вам же не надо, чтобы холодочек так проскваживал ваши ножки. Если холодочек будет проскваживать ваши ножки, то вы, естественно, заболеете. Поэтому лучший вариант, это все-таки обратиться к специалисту. Специалисты придут, специалисты от фирмы водомер посмотрят и сделают необходимый вариант. То есть они посмотрят температуру вашего энергоносителя. Ну, иногда же такое случается, да, что энергоноситель всего 55 градусов. Такие вещи тоже случаются, к сожалению, естественно. Лучший вариант, это когда все-таки стандартные 90 градусов и даже чуть выше. Это идеальный вариант. Всегда же такое случается. И они уже подберут количество вам секций. То бишь, вы же должны понимать, да, температура энергоносителя. И это и есть температура вашего тепла в вашем доме. Посмотрели, сделали. Не получилось мало, поставили больше. Это тоже возможно, потому что, в принципе, если мы говорим про алюминиевые радиаторы, вы их можете сделать в большом количестве. То есть не обязательно одна секция. Можете 20 секций сделать, если у вас совсем плохо с отоплением. И все будет нормально. То есть вы выиграете в цене. Даже невзирая на то, что вас не топят. По одной простой причине. На отопление люди такие бабки поднимают, что это просто космос. Вы даже не представляете. У нас вот люди... Я сейчас ничего не буду говорить, да? Но когда нам проезжают и говорят о том, что вода это идеал, и она стоит дорого, это все бред сивы кобылы. Даже если все растает, вы представляете, да? Да, это будут моря и океаны. Но у морей и океанов есть дивная такая особенность. Оттуда испаряется вода. Правильно? Оттуда вода испаряется. Она просто как-то испаряется вода, потому что соль остается в океане, естественно. Потом куда эта вода идет? Вода идет в облака, да? Правильно? Потому что вы доехали уже, о чем идет речь. Облака куда скидывают воду? На нашу самую землю. То есть там идет испарение. Испарение это не есть в присутствии соли. И вот сверху уже падает что? Падает обыкновенная вода, которая уже затем накапливается. И это уже подземные источники. Поэтому не надо нам по ушам проезжать. А когда нам по ушам проезжают и ездят на таких гислых машинах, я вам скажу, что, ребят, ну где-то кто-то нас, по-моему, немножко чуть-чуть обманывает. Вы подумайте? Я вам про это и объяснил. Поэтому идеальный вариант для отопления все-таки использует фирму Водомер. Не первый год она работает, да и не последний. Естественно, работа только для вас. Поэтому если что-то нужно, обращаемся сюда. Вам железобетонно сделают идеальный вариант с отоплением. Все говорят про принцип ВТО. И почему при ВТО Россия, ну скажем так, не совсем в лидерах-то находится? Я объясню, а вы поверьте. Наши весьма странные цены. И вот откуда они берутся то? Потому что у нас хавка стоит дороже, чем в мире. Загнали нас всех туда. К сожалению. Но рядышком у нас расположен Китай. Так вот, Китай опускает цены и увеличивает производство. Потому что большая часть Китая это горы, а в них есть все. В России гор немного. Алтай, Урал и Кавказ. Алтай и Урал на территории России. А с Кавказом делимся. Именно оттуда выбирают все, что нужно для человеческой жизни. То есть на территории 12 тысяч километров реальных ценностей мало. Может вернемся к другому качеству. Хотя по сути. Взвести в ценники дешевле покупать свинину за рубежом. Но санкции толкнули Россию к производству своего мяса. Случилось странное. За Крым мы стали есть свое. Но ведь хочется, а не можется. К слову, мы говорим об обратном. Биметалл, который я вам показываю, опять же производится в России. Дешевле покупать его здесь. Теперь дальше мы будем говорить. То есть мы говорим о самых дешевых материалах. Самый дешевый материал это все-таки алюминий. Потому что алюминий, вы должны понимать, да? Цена вопроса. Алюминий сам дешевле, чем чугун. Потому что вы должны посмотреть периодическую систему Менделеева. Посмотрите сколько. Поэтому алюминиевый материал, он стоит дешевле. Чуть дороже биметаллический радиатор. Ну просто я сейчас продемонстрировал вам материал алюминий предварительно. Так вот предварительный материал алюминий, он, конечно, хороший. Да. И чем он интересен? Он хорош тем, что он более дешевый. Да, вопросов нет. То есть если вам что-то стоит подешевле, то, естественно, вставите алюминиевый материал. Если чуть подороже, то ставите биметалл. И самое дорогое это, конечно, чугун. Ну вы представляете, да, что такое чугун? Сколько он весит? Именно поэтому цена очень большая. То есть если мы ставим биметаллический радиатор, это в принципе то, что должно быть. Ну с другой стороны, если денег не сильно много, то ставим электрический радиатор алюминиевый. Также по мощности ставим пониже. Потому что понятно, да, что холодный воздух, он идет снизу. Потом он прогревается и поднимается сверху. И вот эти биметаллические радиаторы, чем они мне интересны? Тем, что, во-первых, вы покупаете целиком все секции. То есть мы говорим о маленьких секциях, о больших секциях. То есть мы говорим о размерах. То есть есть биметаллические радиаторы целиком. Вы можете четырехсекционные, прямо они за моей спиной. В данном случае это десятисекционные, есть шестисекционные, есть восьмисекционные, есть и двенадцатисекционные радиаторы. То есть вы целиком ставите и забыли вообще про все. То есть ничего не надо делать. А если что-то и случилось, вы не торопитесь. Прежде чем вы купили эти радиаторы, здесь их просматривают, естественно. И вы никогда не возьмете себе подтекающий радиатор, потому что здесь все это дело сразу проверяется. Естественно. И после того, как вы заказали эти радиаторы, вы уже просто забыли. То есть поставили, и все у вас хорошо, и ровно, и надолго. Потому что это работа водомера. А водомер, как вы знаете, везет только качественный товар. Но про это мы, кто живем в Магнитогорске, даже говорить не будем. Чугунина у нас была у всех. Кому-то нравится, а почему нет. Но вопрос цены. В данном случае мы должны понять, что сам чугун, ввиду того, что его показатель всего в два раза круче, чем алюминий, но чтобы из чугуна делать вещи для отопления, его надо в разы больше выделять на батареи. И поэтому цена чугуна большая, потому что с маленьким количеством он не обеспечит прогрев. Потому что не может он это сделать. Потому что сам чугун, он немножко хрупкий, поэтому надо большие количества. И мы это делаем в России. Но, еще раз объясняю, сам чугун стоит дороже, чем алюминий и биметалл. Но есть варианты еще и больше. И это Германия и Турция. Тут, ребята, думайте сами. Мы вам говорим, а вы думаете. Но при этом, при всем, чем водомер хорош, чем? Да то, что в этом магазине есть не много, а очень много радиаторов. Надо будет. Водомер весь город обеспечит. Опять не верите, я зря. Вы просто приедете на 50 лет магнитке 33А. Зайдите и посмотрите. И окажется, что ваш ремонт в разы дешевле, чем вам говорит прораб. Вообще, если честно, то вы должны быть прорабом. И именно тогда, чтобы вы думали, будет все сделано с вашей выгодой в 2 или 3 раза. А если вы ничего не умеете делать сами, то, используя специалистов от водомера, вам сделают работу по замене всех труб, установке радиаторов, смене всей электропроводки. Быстро и качественно и умнее, чем вы будете искать. И вряд ли найдете дешевле. И вот вы видели то, что я вам показал. Огромное количество алюминиевых, огромное количество биметаллических радиаторов. И что за моей спиной? Огромный большой контейнер с чугунными радиаторами. Для чего чугунные радиаторы нужны? Конечно, это самое дорогое удовольствие, потому что я даже приподнимать его не смогу. Представляете, сколько в этом чугунных радиаторе, боже мой! Да, алюминий гораздо проще. Биметалл тоже проще. Чугун – это из той оперы, что стоит долго и надолго, естественно. Хотя, с другой стороны, ну ладно, это уже отдельная тема беседы. Я просто представляю тех людей, которые потом чугунные радиаторы будут ставить. Ну ладно, это их не проблема. Ну вот, это уже отдельная тема. И для чего чугун ставится? Ну, пункт номер один. Вряд ли кто-то захочет все это дело быстро стырить. Хотя, с другой стороны, вы даже не представляете, что такое эти фуллиганствующие элементы, которые все могут убереть. Они забирают все подряд. Да-да-да. Но, тем не менее, если вы хотите что-то сделать надолго, хотя, с другой стороны, сколько мы проживем-то в этой жизни? Ну, если сильно вы хотите что-то поставить надолго, берем чугунные радиаторы. Где? В водомере. Потому что, почему именно водомер привез столько для вашего тепла? Потому что водомер работает не на один день. Он уже 20 лет, как в эфире. В смысле, не в эфире, в эфире уже последние 10 лет я регулярно делаю материалы. А 20 лет он работает. То есть, как бы, ну, структура такая, ни на сегодня, ни на завтра, но долго. И поэтому все, что вам необходимо, есть в водомере. Лучший вариант, конечно, обратиться к специалистам водомера. Потому что, когда я делал свой ремонт, я пригласил специалиста от водомера, он мне все конкретно сделал. И это просто изумительный вариант. Но если такого не существует, хотя, с другой стороны, специалисты от водомера могут приехать, где вы хотите. Это может быть и село, и где-нибудь подальше. Никаких проблем. И тогда специалист от водомера приедет, обратит внимание на ваш теплоноситель, подумает и сделает грамотный вариант. То есть, либо это будет алюминий, либо это будет биметалл, либо чугун. Все зависит от вашего желания. В данном, конечно, случае мы говорим, что чугун – это идеальный вариант для того, чтобы простояло максимально долго. Хотя, с другой стороны, и алюминий, и биметалл также будет долго стоять. Тут и же вам выбирать. Итак, экскурс в историю пройден. Слава богу, может это к лучшему. Чтобы Россия прекратила продавать, что принадлежит России, а продавала бы оружие. Вот что надо продавать, как АК-47. И пусть Абрам с чем-то круче, но Т-90 с примочками дешевле его в два раза, ухлопают его, железобетонные. Да, типа, лайтинг хорош, но сушки в два раза дешевле, ухайдокают и его. Вот что надо продавать. Увеличивая образцы по ремонту, чтобы у человека не было тараканов, чтобы он захотел, а ремонтные принадлежности были прямо тут же. А все остальное покупать, не покупая животноводство. Да мы и сами здесь с усами. Да, я понимаю санкции, но они не относятся к Казахстану. А он в нашем союзе. И кто знает, куда пойдет товар. Включайте свои мозги. Мы можем работать круто. Дайте нам лучшие китайские инструменты. Мы же мозгами тоже умеем соображать. Это мысль для правительства. Наша мысль о наказании для воровства. Или как этих варюк приструнить. Скулят они о повышении цен. И хорошо. Но увеличив площадь отопления благодаря водомеру, можно из мелкого, но тепла сделать лучшее отопление. Это я про общаги с квартирами. А если это дом, то установив качественный котел, привлекая специалистов из водомера, сделать дом согреваемым, даже тогда, когда вы зимой поедете в Индию, например. Вот как можно сделать. Слава тебе, Господи, вы увидели все то, что я вам показываю. А это был огромный склад. Представляете? Целиком весь цокольный этаж и еще часть первого этажа. И не только. Вообще водомер работает не на сегодня, и на сейчас, а на перспективу. Перспектива работы компании водомера уже 20 лет. Да и на больше они будут работать. Потому что, вы представляете, да? Всего рано или поздно ломается. Рано или поздно будут ломаться и ваши приборы для доставки и холодной, и горячей воды. Если это все дело случилось, обращаемся куда? В ту самую, про которую я вам рассказываю. Это компания водомер. И вы выбираете, и она сделает от и до. При этом, как бы, ценники абсолютно невысокие. То есть, мы не будем говорить, что в космических ценниках, да нет. Абсолютно все нормально, ровно и красиво. И после этого я еще сюда заглянул. Это называется также подразделение, которое работает, но с другой стороны здания, которое располагается на улице 50 лет, магнитке 33А. Это то же самое. И я вам сейчас продемонстрирую то, что мне реально нравится. А мне реально нравится в смесителе. И я вам честно скажу, по моему опыту, лучший вариант это все-таки вот такая штука. Раз, открыли и все. Потому что вкуснее она работает, чем вот эти штучки. Да, 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 да. Ну, это я вам реально расскажу. Это уже мое мнение. Но с другой стороны, даже если я специально обратил внимание на вот такую приблуду сбоку. Это водонагреватель. Да, 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 да. То бишь, даже если у вас внезапно отказалось и нету дома горячей воды, можно такую штуку поставить. Она реально нагреет. И цена этого вопроса всего 2180 рублей. То есть я не буду даже переводить в доллары. То есть в долларах получится практически 20-30 долларов, не более того как.